Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В гостях программа «Золотая рыбка». Биография нашего сегодняшнего гостя – это готовый сценарий добротной мелодрамы. Сергей Юшкевич в гостях у «Золотой рыбки». Здравствуйте, Сергей. Хоть. Начнем сначала, с рождения. Вы родились в Черновцах. Да. Я был в советское время в этом городе, он был совершенно такой вот не советский. Казалось, что ты где-то в Европе. И у вас такие же ощущения были? Да, он такими и остался. И потом, когда я вырос и повзрослел, у меня появилась возможность поехать за границу, я себя невероятно комфортно там чувствовал. Как дома. Да, вся архитектура и в Будапеште, и отчасти даже в Париже, она очень сродни тому, что… Ну, это Австро-Венгрия бывшая, поэтому там архитектура невероятной красоты, и все это очень производило сильные впечатления, особенно в советские времена, когда ты там мотался по другим городам и видел вот эту разницу. Но потом, когда я прочитал, что город был присоединен к Советскому Союзу только в 40-м году, как бы вопросы все отпали, да. То есть, как бы до 40-го года город жил совершенно иной жизнью. Там были румыны, поляки, австро-венгры. Ну, то есть, это была, в общем, другая страна. И, в общем, да, да, он очень красивый, правда. А школы были все русскоязычные? Нет, 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 были русские, украинские, да. И были смешанные. То есть, я начинал в русской школе, потом у меня там не заладились отношения, и меня после восьмого класса попросили покинуть школу. Я был, ну, хулиганом. Вот. И я перешел в смешанную школу, то есть, она была русско-украинская, но перешел в русский класс. Да, и продолжал, как бы… А как именно вы хулиганили? Ну, так, что в школу смешанную. Мне ведь это надо было как-то отличиться. Ну, честно говоря, эхом до сих пор это отзывается, потому что я из тех, кто спорит, и с режиссерами, и с художественными руководителями. Я человек, который говорит правду. И… Ну, какие-то… Ну, такой был шебутной, здоровый, озорной советский парень. А вот это такая склонность к хулиганству, это как-то связано с тем, что не было отца, и поэтому некому было… Нет, я думаю, это какой-то вот генетический темперамент. Мамин, папин. У вас, конечно, удивительная история, что вы с отцом познакомились в 42, да? В 43. В 43 года. И что вы совершенно не испытываете при этом никакого негатива к человеку, который фактически оставил вас? Ну, честно, я вам скажу, как бы это заслуга папы, потому что он меня просто опрокинул при нашей первой встрече. Своим поведением, своей тактичностью, своей какой-то глубиной человеческой и необыкновенным уважением к моей маме. Которую он оставил просто с трехмесячным ребенком. Он оставил, он объяснил почему. То есть я ему задавал самые суровые вопросы, и он на них крайне деликатно отвечал. При этом до 43 лет от мамы и по сей день я слышу только самое-самое-самое-самое плохое про папу. И я говорю, мам, ну, правда, уже столько времени прошло, да? Ну, честно, он же тебя не изнасиловал, да? Хоть какой-то период, по крайней мере, когда я там начинался. Он же был все равно каким-то светлым. Но, я не знаю, это вот женская обида. Я понимаю, маме было очень сложно тогда, безусловно, одной, мать-одиночка. Но им было там по 20 с небольшим. 21 год был вашим мужем. Папа был чуть старше, да. Я хотел бы уточнить, извините, что я перебиваю. Он ушел из семьи, в том числе и в финансовом аспекте, то есть алиментов не было? Нет, алименты он платил. То есть вот этот долг он исполнил. Но они как-то там были нерегулярно, мама, я помню, жаловалась на это. Но, насколько я помню, да, он что-то присылал. Но это были какие-то он художник, такой фрилансер. И поэтому очень часто был без работы. И поэтому, видимо, и алименты приходили нерегулярно. А в Советском Союзе, разве были фрилансеры, художники? Я думал, что они все в каких-то союзах состояли. Ну, так, по слухам, мы даже с ним об этом не говорили, он менял разные места работы. Ну, в общем, где он нужен был, туда он уходил. Необходимость в нем заканчивалась, он переходил в какое-то другое место. Часто был вообще без работы. Поэтому, ну, там много было, я не могу сказать оснований, ну, скажем так, причин для того, чтобы расстаться. Но я вам скажу, у меня мама не сахар. Я же ей как-то сказал, что вот, ну, уже после встречи с отцом. Я ее очень люблю, подчеркиваю, правда. Она замечательная и потрясающая. Но после встречи с отцом я ей сказал, ты знаешь, вот отец ушел, когда мне было три месяца. Вот скажу тебе честно, мама, я бы от тебя ушел раньше. Жестко. Жестко, да. Вот, собственно, поэтому, видимо, меня не держали в школе. Поэтому у меня непростые отношения в профессии. Потому что, ну, это так. Это не... И мама знает, как я ее люблю. Ну, просто мама действительно человек непростой. Мы все как бы непростые. Но мама очень сложнее. Ну, дети обычно задают вопросы. Ну, где папа? Какое было объяснение? Ну, конечно, я задавал, я мечтал о нем. И что вам объясняли по этому поводу? Ну, нету просто. И все это? А вы в себе какие-то... Ну, пока я был совсем маленьким. А потом она уже стала, так сказать... И вы знали, что он художник? Да, это мне кто-то сказал. То ли соседи, то ли какие-то знакомые. Не мама? Нет, нет, нет. Мама нет. Нет, мама там, она его, конечно, камня на камне не оставляла. И поэтому был, видимо, какой-то большой период в моей жизни. Я не могу сказать, что я его ненавидел, да? Но я относился к нему, ну, с каким-то презрением. Я думаю. Да, и... Ну, а потом, когда я повзрослел, как-то внутренне я оттаял. И потом вот в 43 года на спектакль пришел человек с большим букетом цветов. Да, в котором была, значит, открытка от отца, где он оставил все свои контакты, если я готов с ним познакомиться. И я с радостью это сделал. С радостью. Хотя дико волновался. Просто неприятно. Весь разговор, мы с ним общались часа четыре. Я его называл только Иван Михайловичем. То есть слово папа... А он вас? Сережа. Слово папа не звучало, хотя я об этом слове мечтал всю свою жизнь. Особенно в подростковом возрасте. Мне так хотелось кого-то назвать папой. В общем, неважно кого. Просто вот, чтобы был человек, к которому можно обратиться папа. Чувствовал себя таким инвалидом. У всех и папа, и мама. Я помню, после разговора с отцом, вот где-то часа четыре мы с ним поговорили, я говорю, ну все, Иван Михайлович, я поехал домой. Тогда вызвал себе такси, сел в машину, и анализируя все, что между нами за эти четыре часа произошло, я был очарованным. просто как человеком. А вы на сухую сидели четыре часа? Нет, 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 кинзмараули. Да, я принес две бутылки. Сев в такси, я вдруг понял, что вот тот самый случай, когда я хочу произнести это слово. Я вышел из машины, отец стоял рядом, и я говорю, Иван Михайлович, можно? Дай я тебя обниму, папа. Вот. И все. И меня накрыло, да. А вы себе когда-то зачатки ощущали, вот тяги к ремеслу художникам? Вы себя видели? Ну, нет, нет, рисовал я всегда плохо. У меня какие-то попытки были, потому что в школе у нас было несколько одноклассников, которые потрясающе рисовали. И я тоже, глядя, поглядывая на них, пытался. Ну, это курица лапой. Это все было бессмысленно. Видимо, это проявилось уже, ну, во-первых, и в мироощущении каком-то, потому что мы с отцом очень похожи. У нас одинаковые точки зрения, но очень многие вещи в жизни. И внешне тоже похожи. И внешне мы похожи, да. И, видимо, вот это какая-то творческая жилка, которая во мне стала там развиваться, когда я пошел в драм-кружок. А когда вы пошли в драм-кружок? Ну, это было где-то в классе в четвертом, в пятом, наверное. И это уже было осознанное решение? Вы определились с профессией? Или пока это просто было? Нет, нет, нет. Пока это, ну, как бы, когда я пришел во дворец пионеров, это было в Черновцах, да. Тюч, театр юного черновчанина, которым руководила Мила Игоревна Штейнберг, которая сейчас благополучно проживает в Нью-Йорке. Потрясающе уникальный человек, которая влюбила нас просто всех в театр и друг в друга. Вот. Меня туда привели, чтобы спасти от плохих компаний. Я, в общем, стал путаться с людьми. Пошло какое-то там воровство. О, даже так? То есть не просто как твейн? Били лампочки, да. Ну, все эти уличные банды, драки и все такое прочее. Гасили селян. Что это значит? Это было какое-то междубродскими... Ну, там общаги эти, ПТУшные, да, там были из сел ребята. И мы их когда встречали, мы так как-то очень жестко с ними. Ну, по недоумию. Ну, и в силу своего темперамента. В общем, да. Ну, сурово было, да. И, в общем, кто-то посоветовал моей маме, это даже не я, а мама с кем-то пообщалась, и ей сказали, вот пусть идет к Миле Игоревне Штейнберг, и он забудет про все на свете с этим человеком. Он будет у тебя читать стихи, книги, там, прозу, участвовать в спектаклях и обязательно влюбиться там в какую-нибудь очаровательную девочку. Их там была, правда, россыпь. Самые прекрасные девочки были именно там, у Милы Игоревны Штейнберг. И ребята были потрясающие, которым хотелось соответствовать, только уже не в плане там хорошего хука, а в плане, ну, удивить каким-нибудь там стихотворением, там, чем-нибудь прочитанным, чем-нибудь увидеть. Ну, то есть я пошел совершенно по другой тропе, и она, слава богу, уберегла меня от каких-то там, в общем. Вы когда сказали про селян, я вспомнил, что вы в Москве ходили в лимитчиках какой-то... Лимита, да, конечно, да. Вы по лимиту устроились куда-то... Метро Голден Строй, да, я бы сказал, да. Так. Да, но это просто была единственная организация. То есть когда я понял, что мне нужно... Ну, это была уже третья попытка поступить, да, ну, предстояло мне, скажем так, через год. А после двух попыток я понял, что мне нужно напитаться Москвой, тем, что происходит в театре, узнать людей. Ну, в общем, мне хотелось пропитаться этим городом, его жизнью, его культурой. А для этого нужно было здесь остаться. Ну, так как мы, ну, скажем так, совсем никакого достатка люди, наша семья, ну, я имею в виду, я и мама, поэтому возможности здесь были только одни. Это, значит, нужно было устроиться лимитчиком, да, по лимиту. Ну, тебе дают общежитие, ты работаешь, и ты в свободное от работы время у тебя была возможность ходить по театрам. Я смотрел и дипломы в учебных заведениях, и ходил по большим театрам, по музеям. Ну, и, в общем, каким-то образом развивался и готовил себя к поступлению. А много ли таких лимитчиков вообще было? Вот людей, которые тянулись к богеме и просто вот выжидали. Ну, я-то приехал целенаправленно именно поступать. То есть, метрострой у меня был, как сказать, ну, просто возможность зацепиться за Москву, да. Ну, вот вы жили в общежитии среди ваших соседей. И найти себе какую-то жилплощадь, да, которую там давали. А так-то там, как бы лимитчики, они, нет, ребята там просто приходили работать на тяжелой работе в метрострое. И, как сказать, у них, я не думаю, что там были какие-то амбиции поступить в МГУ или, может быть, у кого-то где-то. Но я таких не встречал. Те, кто меня окружали, они все, как бы, вот зачем пришли, затем и пришли. Причем очень много было ребят с таким плохим прошлым. Плохим уголовным? Уголовным, да. Там прятались. Ну, то есть, он где-нибудь у себя там в Омске начудит что-нибудь, да, там кого-то ограбит, не знаю, может быть, даже убил. И таким образом прятались вот в метрострое в Москве, просто терялись. Из Новосибирска, из Омска, из Казахстана, из откуда угодно, с Украины, Белоруссии. То есть, вот таким образом люди могли потеряться для местных следственных органов. Такое место было. Поэтому я там стоял на 13 этаже под отверткой, например. А что это значит? Ну, просто человеку понравилась моя комната, там, комнату, которую мне дали, она находилась в трехкомнатной квартире в Новокосино. Я в ней жил уже, в принципе, месяца 3-4. И вдруг заехал парень из Казахстана. Вот. Ну, сразу же было понятно, кто это, как сказать, ну, такой, да, суровый, да. И он, я под отверткой, на подоконнике, он говорит, ну, это же моя комната, скажи, моя. Однако. Да. Я говорю, да, твоя. Ну, а потом сам быстро к коменданту все рассказал. И, в общем, там что-то с ним сделали. А вот такого рода опыт он... Я думаю, там я тоже созревал каким-то образом. Ну, я думаю, это любой опыт, это опыт. Он пригодился при прохождении срочной службы, вот этот опыт, общение с этими людьми? Нет, у меня же метрострой был после армии. А, после армии уже. А это, мне кажется, армия как раз мне помогла в том, чтобы выжить там, скажем так. И каким-то образом, ну, хотя бы даже психологически противостоять такому контингенту. В армии была дедовщина? Была, да. Суровая или такая вот... Нет, нет, я не могу сказать, что суровая, но с ножом я бросался там для своего сослуживца. По поводу? Ну, он оскорбил мою маму, да. А, понятно. Он был из Узбекистана, да. Я ему порезал ватник. А одному парню из Молдавии я там, ну, тоже набило лицо, но это уже ближе к концу службы. По одной простой причине. Он был как бы на год меня младше, но он был командиром свода. И ко мне приехала мама. И меня реально отпустили, но он был просто не в курсе. Там мы разгружали что-то, там какой-то грузовик. И мама ждала на проходной. И я побежал быстро в душ, чтобы... Ну, и с ней в увольнительную, там, хотя бы после обеда, хотя бы на пару часов. А он заходит в душевую и говорит, я тебя не отпускал. Я ему говорю, ну, Петь, мама же там, ну, мне бы... Ну, она издалека. Я служил в Харькове, а это черновцы. Это через всю Украину, да? Я тебя не отпускал. Ну, когда он третий раз сказал, я тебя не отпускал, я, ну, вырубил его там же в душевой. И за это мне уже светил штрафбат. Страфбат. Но, опять же, надо отдать должное Пете, когда это все раскрутилось и дошло до командира полка. Он при командире полка и при моей маме, он сказал, что Сережа был прав. Я ему за это очень благодарен. Хотя я не понимаю вот этой терки, которая произошла в душевой, потому что уже там было все понятно. И как бы я не понимаю, почему он лез на рожен. Ну, я не понимаю, честно. Ну, это были какие-то импульсивные. То есть я не могу сказать, что я там такой забияка. Ну, вроде получается, что да. Ну, нет, нет, нет. Это была реакция просто, ну, мама для меня все. И мама там на проходной, а ты идет как бы. Ну, сейчас, ну, я не понимаю, почему ты давишь своим авторитетом сейчас и своим положением, там, своими лычками этими. Ну, будь человеком. Ну, как сказать, мама же. Ну, это же не просто так. Пивка попить с ребятами, да? И вот эти вещи, они меня, ну, как бы там, видимо, что-то щелкает. Так было и, бывало, и в театре, так и на съемочной площадке, еще где-то. Ну, когда человек теряет адекватность, ну, то есть ты с ним пытаешься, как человек, разговаривать и объяснить какие-то вещи. А человек не понимает, мало того, еще и начинает там хамить или угрожать тебе. Ну, тут что-то, я не знаю, это даже можно сказать, это не я. Но это всегда происходит, да. То есть у меня спусковой крючок слабый. А с кем-нибудь сводила вас работа из ваших бывших? Да, Федя Стуков, который вот Том Сойера сыграл, да, и там в родне девочку сыграл. Это мой однокурсник, Федя Стуков и Влад Галкин. И вы работали вместе, да? А были моими однокурсниками, или я их, скажем, тогда. И мы с Владом мы потом снимались, «Любовь на сцене» такая история была. А с Федей Стуковым он стал режиссером и позвал меня в 80-е был такой сериал. Я там сыграл какого-то идиота. Да, ну такой смешной, глупый человек. Амбициозный и глупый. Да, и Федя меня позвал, да, я был очень удивлен, потому что Федя давно уже снимал, и вдруг как-то обратился. Потому что мне, честно говоря, даже странно. У нас вот свои, у нас Стас Назиров однокурсник тоже снимает. У нас как-то своих не берут. Вот странно, вот тоже, да, вот вроде же вместе. Сколько всего было пройдено. И слезы, и смех, и любовь. А как-то вот разбегаемся и становимся, ну отчасти, скажем так, не на 100%, но отчасти вот такими людьми на автобусной остановке. Не знакомцами. Нет, мы знаем, но и не более того. Ну вот, и все. А там же было, ну, почти вот так. Ну, с кем-то. Не со всеми. Почему это происходит, я не, для меня загадка какая-то. Вы никогда не жалели о выборе пути? Нет, нет. Даже в самые трудные моменты. А когда были трудные моменты? Ну, 90-е, конечно, для театра были очень сложные. Очень многие ушли из профессии, там, в бизнес какой-то еще. Нет, нет. Я вот просто верой и правдой. Я помню, я работал первые 6 лет в театре Маяковского. Пошел за своим педагогом, со своим учителем, замечательным русским актером Николаем Николаевичем Волковым. Я за ним пошел туда. И там были очень маленькие зарплаты. И, в общем, я тогда еще... Окошко кассы было, где мы получали, да, никаких карт не было. И вот, получив то немногое, что было, я тут же раздавал всем, кто стоял в очереди. Долги. Да. И оставлял себе немного на сигареты там. Даже на метро не хватало. Я ходил пешком. 43 минуты от Павелецкой до театра Маяковского. Сейчас это называется джокингом. Ну вот, да, видите, да. Сейчас все ходят пешком, да. За это деньги платят, что вы пешком ходите. Так что было сурово, да. Но то, что происходило на сцене, то, что происходило там в профессии, меня это больше привлекло. Ну, я для этого, собственно, и приехал и в Москву, и выбрал этот путь. И добился этого. Не для того, чтобы там потом торговать какими-то компьютерами, там, или холодильниками, или уходить в строительный бизнес. Ну, я там беру, как некоторые, да. Нет. И, в общем, мы это преодолели. Вот. И когда уже попал в «Современник», ну, тут вообще уже золотая пора наступила. Потому что в плане там и активной работы, и активных гастролей, и материального благополучия, «Современник» всегда на Москве был такой, ну, маленькой Швейцарией. Там, правда, все отличалось от других театров. Поэтому вот там-то все как бы и вернулось с Торицей, да. Потому что... Но период был, конечно, какой-то трудный. Трудный, да. Но мы его выдержали. Если мы сравниваем советский период и период новой России, изменилось отношение к профессии среди людей, с которыми вы общаетесь, к вашей профессии. В театре, да? Да. Театр, кино, да. Со стороны кого изменилось? Ну, со стороны потребителей этой продукции, зрителей. Ну, да, да. Их оболванили, конечно. Оболванили? То есть раньше они в советское время были... Ну, были, мне кажется, да, головастей. Реалии отрасли, да, не знаю, там, темп работы, нагрузка на съемках, на репетициях. Это тоже изменилось по сравнению с советским периодом? В советский период я еще не работал артистом, но темпы увеличились. Ну, по крайней мере, в кино точно, в кинематографе. Ну, 12-часовый рабочий день, например, да. Это же, как сказать, аномалия. Это сказывается на качестве? Ну, безусловно. Ну, почему, может быть, это, наоборот, как-то тренирует? Нет, ну что вы, люди падают. Ну, как бы, людям очень тяжело. Люди прилагают максимум усилий для того, чтобы порой выжить на съемочной площадке. Ого! Ну, конечно. Ну, какой-нибудь пример, чтобы выжить. Я, как сказать, понимаете, мне трудно доказывать, но... Доказать, да, потому что, ну, масса будет там контраргументов каких-то. Но там на одной картине оператор потрясающий просто заснул и не проснулся. А смены были дико тяжелые, ну, остановилось сердце. Кто-то скажет, ну, может быть, там, по возрасту была предрасположенность. Но я уверен, что еще и спровоцировали эти жуткие смены. Что заставляет человека браться за несколько параллельных проектов? Не это жадность? Нет, ну, я думаю, что вариантов очень много. Бывает, что там вдруг тебе обломилось сразу несколько очень хороших проектов, да? Ну, как тебе кажется, по крайней мере. У кого-то там ипотеки, кредиты, там, трое маленьких детей. Ну, есть огромные, как бы, причин у людей для того, чтобы брать не только. Ну, Андрюша Краско, например, когда в 2006 году, я помню, я ехал из-под Смоленска и услышал по радио, как он умер. Но он тогда снимался не вынимая просто. Причем у него были главные роли, там, в 12-24 серийных, там, проектах. И я не понимал, как бы, зная, там, что-то про его здоровье и про, там, какие-то увлечения, я не понимал, как он выдерживает этот график. И потом дальше, когда мы ехали из Смоленска в Москву со съемочной площадки, вдруг я услышал, что в Одессе произошла эта беда, он умер, у меня, в принципе, удивления не было. У меня была печаль, сожаление, что мы потеряли такого замечательного артиста. Но тот марафон, на который Андрюша зашел, он, собственно, в силу возраста, в силу, там, каких-то своих, да, увлечений, он его не выдержал, его не спасли. Поэтому люди падают, 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 падают. А вам приходилось когда-нибудь соглашаться на работу исключительно из-за финансового аспекта? Вы понимали, что это неинтересно, что это не ваше? Да, бывало, конечно, неоднократно, да. Но у меня семья, у меня двое детей, жена. Я единственный, кто приносит деньги в дом. И поэтому, да, я за них ответственен. Они должны у меня жить так, как они, ну, как я считаю, нужны. А дочери учатся? Дарина сейчас заканчивает школу. Это младшая. Младшая, да. В 11 класс, сейчас был последний звонок. А Селена, она поступила в колледж на графический дизайн. На первом курсе сейчас она его тоже заканчивает, первый курс. Поэтому, ну, безусловно, есть такие компромиссы. Но именно в кино. У меня в этом смысле сложнее ситуация в театре. Там был период даже 8 или 9 лет, когда я ничего не репетировал. Потому что в кино, даже если ты делаешь исключительно там из какого-то финансового интереса, например, нетворческого, ты это один раз сделал, ну, даже если это там 3-4-5 дублей, не важно, и забыл об этом навсегда. В театре другая ситуация. Я очень избирательен в плане спектаклей, потому что, когда ты выпускаешь спектакль, ты потом его играешь 2-3-4 раза в месяц на протяжении многих-многих лет. И если это очень серьезный компромисс с твоей стороны, ну, он тебя разрушит изнутри. У меня, ну, был спектакль, например, который я не любил. У меня очень-очень-очень... Какой? Бесы Вайды. Попросила Галину Борисовну Волчек, потому что я уже был, оказывается, седьмой человек, который отказывался от этой истории. И она говорит, у меня уже для пана Вайды нет аргументов, Сережа. Умоляю, ради меня. И я играл эти бесы с 2004 по 2012. Вот умер Игорь Владимирович Кваша в 2012-м, и спектакль сняли. И для меня пытка была. У меня настроение портилось за неделю до спектакля. Просто пытка. Это... Почему? Ну, потому что пан Вайда... Материал-то замечательный. Он нас просто встроил в спектакль, если я не ошибаюсь, там, с 76-го года, Краковский. И когда мы... А мы хотели свой спектакль. Ну, с Вайды, безусловно, да? Человек, который знает Достоевского, чувствует. А он нас просто вводил в рисунок прежних артистов. И он сказал, ребята, если вы хотите новый спектакль, у меня вам, честно скажу, только 40 репетиционных точек. Поэтому, если вам нужен новый спектакль, ищите себе нового режиссера. Он нас встроил. А мы, ну, такие современники, ну, такие свободолюбивые. Поэтому много всего придумывал, там, и Лена Яковлева, и Сережа Гармаш, там, и Игорь Владимирович, каждый из нас. Но Вайда это очень жестко отсекал, потому что ему нужно было восстановить тот спектакль, Краковский. И для нас это было, ну, как, я не знаю, там, у меня никогда не было, там, старшего брата, но как, кто-то донашивает вещи за старшим братом. Ну, как это такой секонд-хенд. А мы хотели привнести, потому что, ну, одно дело, это же был 76-й год, и мы уже посмотрели фильм Вайды, значит, с Изабелью Пер, там, и с Амаром Шерифом. Фильм средненький, честно скажу. Ну, для нас, для русских, там, да, такой взгляд Поличка, ну, в общем, можно было с ним дискутировать бесконечно по этому поводу. Мы хотели, с учетом уже 2004 года, ну, все изменилось. А там каждая строчка Федора Михайловича, она просто, ну, пульсирует жизнью, вот, той, которая сейчас за окном репетиционного зала. Ну, Вайда очень сильно это пресекал, очень. Вот, поэтому я хотел просто свалить, думаю, ну, что я буду мучиться? Ну, меня Галина Борисовна уболтала. И этот путь, пройдя 8 лет, это, правда, трудно. Я понимаю, что там, я знаю артистов, которые, я не могу сказать, что они всеядные, они, ну, вот, такие, с компромиссом, с таким повышенным. Они потом многие спиваются, потому что ты когда, ну, как, ни в свои сани не садись. Ну, потому что путь долгий в театре всегда, это такая марафонская дистанция. В кино это вот, ну, стаер, стометровка и все. И забыл. Ну, сейчас по-разному он-то у Ермольника с Германом, вы знаете. Ну, да, тоже Леня попал, да, 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 да. Он потом проклинал все, да. Да, ну, это, извините, за что боролись. Потому что Леня столько выстилал туда, чтобы там быть. Вот ему, как бы, Господь послал, как сказать, испытания. А вам приходилось выстилать что-нибудь, чтобы добивались вы когда-нибудь роли прям очень? Я в эту картину тоже же хотел попасть. И я позвонил, я нашел через своих друзей. Ну, история была иначе. То есть меня вызвали, как бы, на пробы, но Германа не было там. Был кастинг-директор, она проводила пробу. И потом, где-то через неделю, она, значит, мне сказала, вы не из нашего кино. Как-то... Причем у меня в одном спектакле замечательном была фраза «Слушай не слова, слушай интонации». Вот они, как бы, говорят больше, чем, да. И вот это «Вы не из нашего кино». Ну, я видел, как она со мной вела себя там на этих пробах. Я думаю, нет, а пусть мне скажут это Алексей Юрьевич. Герман, режиссер. Да. Вот я хочу, чтобы он мне это сказал. А когда я себе ставлю цель, я, в общем, не сворачиваю обычно. И у меня были какие-то знакомые журналисты, которые дали мне его все московские номера, все питерские. Ну, тогда еще ленинградские. А может быть, уже тогда питерские. Не помню. Но неважно. И я прозванивал, несколько раз разговаривал со Светланой Кармелитой. И она, значит, говорит, что Сережа, он себя плохо чувствует, там, тет-тет-тет-тет-тет-тет. А потом мне вдруг, там, где-то через месяц-полтора, вдруг, она говорит, «Вы знаете, Сережа, завтра мы уезжаем в Питер из Москвы, и мы там, грубо говоря, там в три часа дня будем на Ленинградском вокзале, вот такой-то номер вагона, у вас будет пять минут поговорить с Алексеем Юрьевичем». Ну, вот в три часа встречи, естественно, я уже в час гулял по этому перрону. Меня вот колотило. Как, как, как? А я даже не читал «Трудно быть Богом». Потому что, когда Алексей Юрьевич, я увидел, он идет. Рядом супруга Светлана с корзинкой своей классической. Вдруг я их увидел, подхожу, говорю, вот, Алексей Юрьевич, я там, Сергей Юшкевич, там. Да, это уже был театр «Современник». Он говорит, Сережа, я вас знаю хорошо. Я чуть не упал. Правда, я думаю, как? Алексей Юрьевич был из тех людей, которые на Ленфильме отсматривали все, что там делалось. А у меня самые первые две картины – это «Колечко золотой букет из алых роз» Мити Долинина. И тоталитарный роман Славы Сорокина – это Ленфильм. То есть моя кинематографическая родина, на самом деле, в Санкт-Петербурге. И он их видел. И, оказывается, даже, как сказать, с уважением ко мне относится. И он мне говорит, Сережа, я не уверен по поводу роматы. А, то есть вы хотели прямо на главную роль? Я не хотел, я даже не знал, кто это. Но я промолчал. Потом мне уже объяснили, ближе к вечеру, не он, что это был главный герой. Я говорю, я не… Правда, я не читал роман, я не знал, кто это, говорю, ума-то я. Мне так было стыдно. Я просто хотел оказаться у него на съемочной площадке. Потому что я обожал там его. И лапшина, и проверка надо. Ну, я говорю, мне бы ковриком полежать просто у вас на площадке, понимаете? Какой там роман, о чем вы говорите? А, в этом смысле, Сережа, ну там огромное количество ролей. И для вас там найдется место, конечно. И я помню, как я счастливый с этого Ленинградского вокзала шел пешком к Николаю Николаевичу Волкову, который жил на чистых прудах. И мы потом до двух часов ночи разговаривали. Я ему рассказывал про эту встречу. Был счастлив, что Алексей Юрьевич Герман сказал, что он был бы рад, если бы я оказался у него на площадке. Потому что там, ну, ролей миллиард. А дальше опять эта история с этими кастинг-директорами. Это же вот есть вот эти маленькие люди. Они есть хорошие люди, да, действительно. А есть вот эти вот маленькие, которые… И я пробивался месяц… Ну, я уже не мог позвонить ни Алексею Юрьевичу, ни Светлане. Мне уже было неловко после этой встречи. Но я три месяца названивал. Я сказал, объяснил ситуацию, рассказал про всю эту встречу, все процитировал. И меня задвигали, 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 задвигали. И я говорю, Серень, ну, значит, наверное, не судьба. Я устал, я выдохся, честно. Они меня, в общем, запинали под диван, как булочку. Но потом, когда началась картина, я от многих артистов, а потом и от Лёни Ермольника слышал, что там происходит. Я говорю, господи, спасибо, спасибо, что ты меня уберёг, хотя я сделал всё, чтобы оказаться на съёмочной площадке у Алексея Юрьевича. Я так понимаю, что вы являетесь поклонником Тарповского, судя по-своему. Андрея Алексеевича, ну а как же. Ну, вообще, вот любого режиссёра, которого вы знаете, я являюсь, скорее всего, его поклонником. Почему вы по просьбе наших продюсеров принесли именно эту книжку? Я из тех людей, которые верят в чудеса. И они со мной, честно вам скажу, время от времени происходят. Значит, где-то в книжном магазине я увидел эту книгу замечательную. Это просто биография режиссёра, насколько я понимаю. Да, написанная его переводчиком Лейла Александр Горетт, которая была личным переводчиком, значит, на жертвоприношение у Андрея Алексеевича. Но я понятия не имел, кто это, что это, да. Но это вот, можно сказать, я бы сказал, редкая, но могу даже сказать, может быть, чуть ли не единственная книга в моей жизни. Читая эту книгу, я её целовал, открывая и целовал, закрывая. То есть, тональность, которую нашла Лейла по отношению к Андрею Алексеевичу... Ну, я читал не одну книгу о Тарковском. А мартиролог я просто выбросил из дома, например. Ну, там много мерзостей. Лейла умудрилась с невероятным почтением, уважением, любовью, находясь практически 24 часа в сутки с ним рядом, рассказать о нём, при этом не упустив ни одного острого угла Андрея Алексеевича. Он же был очень ершистый человек, очень сложный. Она обо всём этом писала, но как она это писала? Не потеряв никакого ни уважения, ни достоинства ни к нему, ни к себе, ни ко мне, как к читателю, вот этот баланс, который она нашла, она рассказала обо всём, включая внебрачных детей. И при этом это не вызывало чувство отвращения, не было никакой токсичности, как это присутствует в других книжках, скажем так, о Тарковском. И я целовал эту книгу, клянусь, открывая и закрывая. И вот там, только я её закончил, где-то через пару дней на какой-то там тусовке мы встретились с Костей Лавроненко. И мы так обмениваемся впечатлениями, кто что посмотрел. Я говорю, ну, какой фильм тебя потряс, Костя? Он говорит, ты знаешь, ничего не потрясло, но я тут прочёл книгу «Собиратель снов» Лейлы. И мы стали обниматься с ним, потому что я говорю, Костя, я её только закончил, только! И мы говорили, говорили, говорили бесконечно об этой книге. Это два дня, как я её закончил, да? Вот встреча с Костей. А ещё через два дня мы с современником улетаем на гастроли в Лондон. И там какая-то вечеринка там по поводу трёх товарищей после спектакля. Я знакомлюсь с очаровательной девушкой, с Настей. Выясняется, что она издатель в Лондоне. Ну, любит книги. И печатает их. Я говорю, а ты знаешь, у вас тут в Лондоне живёт потрясающая Лейла Александра говорит, я в таком восторге от того, что она написала, как она это написала. Я просто был на седьмом небе от счастья. Она говорит, это моя подруга. Я говорю, да ладно. Она говорит, хочешь, я тебя познакомлю? Я говорю, как? Она говорит, да вот прямо сейчас. Время пол первого ночи. Я говорю, нет, как? Лейли в пол первого ночи. Она говорит, у неё дверь открытых дверей круглосуточно. То есть Лейла принимает 24 на 7. Я говорю, нет, 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 я правда не могу себе позволить. У меня прямо испарено. То есть я был в полуобморочном состоянии. И она говорит, ну раз ты не хочешь сейчас, через два дня в Пушкинском доме, значит, будет мероприятие, я тебя приглашаю. На него там будет Лейла, и я вас познакомлю. И ещё через два дня она нас познакомила, и мы с Лейлой общаемся вот уже пять лет. Я там ей чуть ли ноги не целовал. Она сходила на все спектакли наши, современника, которые мы привезли. Мы с ней там и обедали, и ужинали, и провели огромное количество времени в Лондоне. И я думаю, ну как, вот найти книгу, которая тебя вдохновила так, и которую ты просто в буквальном смысле слова... Как это сентиментально не звучит, но я, правда, отчасти сентиментальный, наверное, человек, и горжусь этим. И вдруг в течение одной недели мне удалось познакомиться с автором, и Лейла приезжала в Москву, ходила на мои спектакли в Москве, мы в Москве встречались, активно переписываемся, она присылает свои какие-то новые очерки. И вот это, ну как, так не бывает. Во что-то влюбиться, и вот через неделю тебе дарят этого человека просто вот жизнь, судьба, его величество, случай. Я не знаю, что это такое, но мне кажется, именно за это я и обожаю жизнь. Она преподносит какие-то удивительные подарки, какие-то немыслимые. Да, так что с Лейлой мы дружим. А ваша семья, все три девушки, скажем так, дочери и супруга, они разделяют ваши пристрастия, что касается литературы, кино, театра? То есть вы единомышленники? Да, единомышленники. У них очень хороший вкус. Да, мы попадаем иногда на какую-то шнягу абсолютную такую, и дети даже на опережение. Обычно я это говорю, а тут дети говорят, пап, ну в антракте-то мы смываемся? Я говорю, точно, спасибо. У Лены есть замечательная фраза. Это она произнесла ее. Ну денег не было в 99-м году, тогда я помню. Я водил ее в театр Маяковского на спектакли, потому что можно было попасть просто бесплатно. Мы смотрели какой-то спектакль, из-за которого мне было стыдно. И я не знал, я же Лену еще не очень знаю, не понимаю ее пристрастие, а вдруг ей нравится. Я сидел в таком неловкости, не понимаю, уйти с ней, не уйти, нравится, не нравится, спросить боюсь. И, видимо, когда это дошло у меня до какого-то апогея внутри, вдруг Лена так тихонечко приблизила губы к моему уху и сказала, Сережа, мне кажется, лучше уже не будет. И я ей был так благодарен за эти слова. Я думал, господи, ты моя навеки. Ну, собственно, 22 года у нас уже позади, на секундочку. И мы не собираемся расставаться. Сергей Иванович, вы знаете, у нас традиции есть золотой рыбки. Да. Потому что у нас есть и рыбка золотая, дядя Володя. Да. Вот. Попросите что-нибудь. Ну, это что-то общечеловеческое или что угодно? Что душа пожелает, Сергей Иванович? Ну, я знаю, что это здоровье и сил моей маме. Умоляю тебя, золотая рыбка. Моя мама сейчас находится там в Украине, и она пожилой человек. И мы три года уже не виделись в силу определенных обстоятельств. Поэтому ей очень тяжело. Меня хотя бы окружает семья, а мама одна, совершенно одна. Поэтому сил и здоровье моей маме, умоляю тебя, золотая рыба, сделай это немедленно. И чтобы я это почувствовал. Пусть так и будет. Спасибо вам, Сергей. Спасибо. Спасибо.